Всем привет! Вы снова на канале Доктор Лазарев. И, как и обещал, я продолжаю записывать выпуски на темы психических заболеваний и лечения психических расстройств. Сегодня я хотел бы в таком свободном формате поговорить на тему лечения депрессии. Депрессия и различные эффективные расстройства – это крайне актуальная проблема, наверное, основная по обращаемости к психиатрам в целом. И подходы к лечению депрессивных расстройств, они тоже, к сожалению, бывают разные и даже полярные. Психологи, например, многие считают, что нужна только какая-то психотерапевтическая помощь и берут в психотерапию пациентов с эндогенной депрессией. А психиатры, бывают, считают, что нужна только медикаментозная помощь. И психологи, психотерапия, они здесь не помогают. Поэтому во всем этом, конечно, стоит разобраться. Во-первых, вспомнить биопсихосоциальную концепцию, о которой я постоянно говорю, что все психические заболевания и зависимости, они представлены биологическими, психологическими и социальными факторами. И для достижения результата, то есть стабильной ремиссии, нужно воздействовать на все эти группы факторов. То есть и медикаментозное лечение, и психотерапия, и определенная социальная адаптация, восстановление работы, восстановление отношений в семье и так далее. Попробуем разобрать этот клубок на примере депрессии. Ну, во-первых, под депрессией все понимают абсолютно разные состояния. И хочу вам сказать, что плохое настроение – это далеко не депрессия. Плохое настроение может встречаться при всех психических заболеваниях, при шизофрении, биполярном расстройстве, при неврозах, при расстройствах личности, при постстрессовых расстройствах, при зависимости и так далее. Но не все это есть депрессия. И поэтому перед тем, как подбирать лечение того или иного состояния, надо определиться в первую очередь, с чем оно связано. На канале у меня было видео о классификации депрессии. Повторяться я не буду. Но в первую очередь, конечно, надо понять, эндогенная это депрессия или психогенная. Если эндогенная депрессия, она в основном бывает в рамках биполярного аффективного расстройства, либо униполярной депрессии. И на самом деле даже подходы к лечению биполярной и униполярной депрессии, они различны. Потому что если депрессия в рамках биполярного аффективного расстройства, то есть есть чередование маниакальных и депрессивных фаз, то препаратами первой линии для лечения таких депрессий являются не антидепрессанты, а нормотимики, такие как вольпроаты, карбамазепин или литий. А уже при неэффективности добавляются антидепрессанты и атипичные антипсихотики. Самое интересное, наверное, стоит порассуждать о лечении униполярных депрессий, то есть депрессий, которые не чередуются с маниакальными фазами. И эти депрессии тоже могут быть абсолютно различные. Депрессии обычно делятся на меланхоличные, тревожные, апатические депрессии. Ну и есть еще множество разных классификаций. Здесь важно понимать все-таки биохимическую природу депрессии перед тем, как назначать лечение. В своих видеозависимостях я рассказываю, как важен баланс трех нейромедиаторов – дофамина, серотонина и норадреналина. Это напрямую касается и депрессии. И вот недавно исследования показали, что серотониновая теория депрессии себя, собственно говоря, не оправдала. И огромное количество препаратов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, в которые вложены миллиардные средства, такие как Прозак, как Залофт, они на самом деле не всегда эффективны или эффективны, на самом деле, в крайне малых ситуациях, потому что действуют только на серотониновую систему. Все-таки современной считается моноаминовая теория депрессии, то есть вовлеченность всех трех нейромедиаторов, но в разной степени – серотонина, норадреналина и дофамина. Но перед тем, как рассказывать о классификации антидепрессантов, уйдем немного в историю. Появление вообще антидепрессантов – это середина XX века, когда для лечения больных туберкулезом использовали такой препарат, как ипрониазид, и он является по своей сути ингибитором моноаминооксидазы, и оказывал на этих пациентов такое эфоризирующее действие, у них повышалось настроение, у многих уходила сопутствующая депрессия, и ученые стали разбирать, изучать, и создали первую группу препарата, ингибиторы моноаминооксидазы. Потом шли широкомасштабные исследования, и появилась следующая группа – это трициклические антидепрессанты, которые до сих пор используются, такие как амитрептилин, кломепромин, имепромин, и о них я чуть более подробно скажу. Суть их, что они вовлекаются в обмен всех трех нейромедиаторов – дофамина, норадреналина и серотонин, поэтому они так и эффективны, и в частности, они так эффективны при лечении тяжелых депрессий. Напомню, что классическая депрессивная триада, она включает в себя сниженное настроение, физическую заторможенность, и психическую заторможенность, то есть нарушение концентрации внимания, нарушение мыслительного процесса и так далее. Поэтому это уже говорит о том, о вовлеченности таких нейромедиаторов, как дофамин и норадреналин. В связи с тем, что трициклические антидепрессанты, такие как амитрептилин, имели достаточно большое количество побочных эффектов, продолжалась разработка новых антидепрессантов, и появилась группа, наверное, самых популярных и самых распространенных антидепрессантов. Это ингибиторы, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, такие как флюоксетин, сертралин, флюоксамин, эсциталопрам, пароксетин. Они, в общем, наверное, самые известные из имеющихся на рынке. Однако, если вернуться к тому, о чем я рассказывал, что все-таки природа депрессии, она заключается в дефиците серотонина, норадреналина и дофамина, то такие серотонинергические препараты на самом деле не всегда могут оказать должный эффект в связи с тем, что действуют только на серотониновую систему. А серотонин, в первую очередь, отвечает за тревогу, за вот такие панические атаки, за болевые ощущения. И поэтому эти препараты хороши, в первую очередь, все-таки для лечения тревожных расстройств, различных, которых сейчас огромное количество, в том числе панических атак, для лечения навязчивости, для лечения классических депрессий, за торможенностью, с физически, с умственной. Этих препаратов бывает недостаточно. И появились еще новые группы, например, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Это такие препараты, как Симбалта, как Иксел и как Венлофоксин. Венлофоксин вообще уникальный препарат, поскольку он в малых дозах действует на серотонинергическую систему. В средних на серотонин и норадреналин, а в больших дозах действует также на дофаминовую систему и эффективен наравне с трициклическими антидепрессантами, такими как имипромин и амитрептилин. Поэтому, друзья, смотрите, какая сложная получается система для разных состояний, необходимы абсолютно разные препараты для лечения депрессии в рамках биполярного расстройства в первую очередь назначаются нормотимики. Если это тревожные расстройства, которые, естественно, часто сопровождаются плохим настроением, то селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, такие широко известные. А если речь идет о таких классических депрессиях, заторможенностью, апатических депрессиях, депрессии с ангидонией, то есть неумение получать удовольствие от жизни, от жизненных процессов, тут уже нужны более сложные препараты, такие как, например, винлофоксин. Не говоря уже о том, что существуют депрессии с психотическими явлениями, например, на фоне депрессии может развиваться бред катара, ощущение того, что внутренние органы отмирают, или что человек уже умер, он живой труп, и его просто осталось похоронить. Естественно, в таких ситуациях необходимо добавлять еще и антипсихотические средства. В общем, как вы поняли, разбор антидепрессантов и других средств, влияющих на депрессивные расстройства, наверное, это тема для отдельного видео, потому что количество препаратов, оно огромное, и из разных химических групп. Здесь я хотел бы более подробно еще поговорить о психотерапии, о психотерапевтических подходах к лечению депрессии, потому что, на мой взгляд, одной психофармакотерапии, если она еще неправильно подобрана, например, депрессия лечится препаратами из группы СИОЗов, о чем я недавно говорил, это вообще может быть неэффективно, а вот правильный подбор антидепрессантов с психотерапией, он, конечно, увеличивает шансы на ремиссию, на выздоровление многократно. Психотерапия действует на такие мишени депрессивных расстройств, в первую очередь, на эмоциональное состояние, потому что основные эмоции, которые переживает депрессивный больной, это чувство тревоги, чувство вины, чувство безысходности, иногда чувство вины доходит до греховности, и в психотерапии мы разбираем вот эти интроекты, то есть установки, которые часто приходят из детства, которые лежат в основе чувства вины, что ты что-то должен, мужчины не плачут, мужчины не могут проявлять эмоции и так далее. И поэтому человек с такими жесткими внутренними установками, он склонен подавлять свои эмоциональные состояния и уже подавлять до той степени, когда они проявляются в реальной такой клинической депрессии. Помимо работы с эмоциями, это, естественно, работа с мыслями, с убеждениями. Вот, например, когнитивно-поведенческая терапия, она идет по убеждениям и доходит до глубинных убеждений, часто связанных с собственной неполноценностью, собственной такой никчемностью, которые, в общем, тоже связаны с этими интроектами, которые заложились еще в глубоком детстве. И только длительный курс психотерапии может помочь разорвать эти связи, научиться человеку переставать замечать свою неполноценность, свое чувство вины и ощущение постоянного долга в реальной жизни. То есть в каждой реальной жизненной ситуации отвечать, а кому я должен, за что должен и почему, собственно говоря, должен. Ведь если не скорректировать такие глубинные установки, то депрессия, она рано или поздно повторится. Будет новая стрессовая ситуация, активируются вот эти внутренние установки, активируется чувство вины, к нему присоединится тревога, и человек вновь попадает в депрессивное состояние. Поэтому все-таки курс лечения депрессии, депрессивных состояний, он занимает достаточно длительное время. Это около года поддерживающий терапию антидепрессантами, и желательно, чтобы хотя бы этот год проводилась психотерапия в каком-то направлении, которое выбирает сам пациент. Это либо когнитивно-поведенческая терапия, либо гештальтерапия, которая также эффективно работает с эмоциональными состояниями. Собственно, подытоживая то, о чем я говорил в сегодняшнем видео, о важности правильного подбора антидепрессантов, о важности психотерапии, такую модель лечения мы пытаемся реализовать у себя в клинике, где подбираются в остром периоде необходимые препараты. Если антидепрессанты, то в соответствии как раз вот с этой концепции норадреналиновой, дофамино-серотониновой, чтобы они дали реальный эффект. Иногда назначаются они внутривенно-капельно для быстроты эффекта, особенно если это какие-то острые состояния. Но важным моментом мы, конечно, считаем быстрое подключение психотерапии, насколько это возможно, чтобы человек уже начинал проработку вот тех самых интроектов, глубинных убеждений. Ну, к этому можно дойти чуть позже, через несколько месяцев. Ну, по крайней мере, поддерживающая терапия, возможность проговорить свое состояние, возможность назвать эмоции, которые он переживает, является очень важным, потому что на том этапе, когда уже медикаментозная терапия переходит на поддерживающий этап, и человек достаточно хорошо функционирует, он уже вовлечен и, в общем, активно включен в психотерапевтическую программу, и при соблюдении всех этих условий грамотного, качественного подбора антидепрессанта и длительной психотерапии достигается обычно максимальный эффект, стабильная ремиссия и, возможно, даже отсутствие обострения в период длительного такого наблюдения. И в конце я хотел бы рассказать еще об одном способе лечения депрессии, но речь идет о резистентных депрессиях, которые не поддаются лечению медикаментами, часто с суицидальными упорными мыслями, с отказом от еды. Здесь назначаются в условиях психиатрического стационара электросудорожная терапия, и обычно этот курс из 10 сеансов, ну, уже здесь на усмотрение врача проводится в отделении реанимации психиатрических больниц, где это есть. И вот я видел на практике много случаев, когда депрессия, которая ничем не убиралась никакими медикаментами после сеанса электросудорожной терапии, она, в общем, исчезала. Конечно, у этого метода лечения тоже есть ряд показаний и противопоказаний, но о нем мне показалось важным тоже рассказать в этом выпуске. Поэтому, друзья, если вы сталкивались с депрессией в том или ином виде, получали какие-то либо антидепрессанты, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой был эффект, какие были побочные эффекты каких препаратов, какие препараты не оказывали помощь, не оказывали эффект. Это будет очень интересно обсудить, может быть, обнаружить какие-то ошибки в назначении, в применении препаратов. И это будет тема для отдельного выпуска, разбора, так скажем, ошибок. Благодарю за внимание. Подписывайтесь обязательно на наш канал, распространяйте видео, потому что это реально может спасти чью-то жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!